всем привет сегодня я хочу сделать маленькое видео как бы повтор того что у меня раньше было на канале и это очень помогало многим людям страдающим синдрома замороженного плеча или просто плечевым капсулитом я хочу показать вам некий комплекс упражнений которые действительно помогают восстановить ваше плечо после вот этого заболевания немножечко предыстории у меня несколько лет назад возникла такая проблема с правым плечом на тренировке мне завернули руку неправильно хрустнул сустав причем хрустнул так что было слышно всему спортзалу первое время да ну побаливает чуть-чуть побаливает думаю пройдет все равно продолжал отжиматься все равно продолжал подтягиваться через боль через рез резкую режущую боль но буквально через полгода увы в одно утро я проснулся и я не смог свою правую руку не то что поднять выше локтевого сустава выше уровня локтя но я не смог даже руку завернуть вот так вот и отвести за спину была дикая боль я начал ходить по врачам один рекомендовал колоть уколы постоянно и говорил что это уже все родной это возраст типа как все-таки 45 лет ты уже должен готовиться к пенсии другой сказал ну если не пройдет можно сделать операцию думаю хорошо молодцы отлично наконец-то я попал в ортопедическую клинику спортивную клинику где работают чисто узкие специалисты узкопрофильные мастера скажем так я попал к человеку который занимается именно руками этот человек врач посмотрел меня и сказал что ни операция никакая здесь не нужно терпеть и ждать когда она сама пройдет не имеет никакого смысла выписал мне преднизолон преднизолоновые таблетки это была пачка 100 штук на 20 дней то есть первые 5 дней нужно пить по 8 таблеток натощак с утра вторые 5 дней по 6 3 5 дней по 4 таблетки и оставшиеся 5 дней по 2 таблетки для чего пьются эти таблетки преднизолоновые для того чтобы снять воспалительный процесс суставе потому что когда у тебя дико болит ты не можешь не двигать рукой ничего ну те кто страдают синдромом замороженного плеча или плечевым капсулитом они меня прекрасно поймут пропил я курс этих таблеток боль прошла но рука тем не менее не поднимается не заворачивается не загибается направили меня на массаж 6 сеансов массажа было после этого массажа вообще никакого результата не было никакого продвижения вперед и я решил восстанавливаться сам потому что врач сказал ну со временем может быть это как-нибудь пройдет но говорит если есть возможность запишись на лечебную гимнастику думаю ну записаться это платить со своего кармана и я придумал вернее сложил вместе воедино различные упражнения с обычной гимнастической палочкой для того чтобы восстановить плечевой сустав для того чтобы восстановить ротационную манжету в течение полугода ежедневно и за дня в день я делал эти упражнения сейчас этими упражнениями охотно поделюсь с вами начинайте их делать прям сегодня не откладывая на завтра потому что я сам по себе знаю что такое боли в ротационной манжете я знаю что такое ограниченность двигательных функций тем более когда ты не расчесаться не можешь ну я не про себя говорю сейчас просто лето не можешь не расчесаться не рубашку одеть не куртку это это просто ужасно поэтому начинаем упражнения эти нужно выполнять ежедневно по 2-3 подхода в каждом подходе по 15-20 повторений для начала вы берете гимнастическую палочку в руку в больную руку выводите ее на уровень шеи вот так вот и начинаете вращательные движения вправо влево вправо влево вправо влево доводя как можно больше по скорости амплитуду движений делаете вот такое вот упражнение примерно ну минуты полторы две это делается для того чтобы разогнать кровь и разогреть мышцы вторую руку здоровую точно также прорабатываете чтобы они вместе двигались функционировали параллельно и так переходим уже после этого разогрева к следующим упражнениям вы берете вот так вот эту гимнастическую палочку выставляете перед собой вперед вот так вот и начинаете делать вот такие вот плавные движения по 15-20 повторений в каждом подходе как раз мы немножечко и прогреваем и разрабатываем наши застоявшиеся мышцы ротационной манжеты после этого упражнения вы переходите к следующему вы берете эту палочку вот так вот три четверти остаются вверху одна остается внизу опускаете эту палочку вниз и пытаетесь ее завести себе за спину показываю нужно делать это упражнение так чтобы не касаться ни рукой ни палочкой поясницы тазовой области это делается опять таки для того чтобы разработать больные пораженные мышцы ротационной манжеты после этого упражнения вы делаете следующее вы берете эту палочку заводите ее себе за шею и опускаете вниз и вот так вот точно так же два три подхода по 15-20 повторений делаете эти упражнения ежедневно где-то месяца через два через три после того когда вы эти три упражнения сделали постоянно делали к этому упражнению которое сейчас показал вы добавляете одно маленькое но очень хитрое движение вы заводите палочку за шею и раздвигаете руки то есть опустив вот так вот вы раздвигаете руки вся ротационная манжета включена в это движение разрабатывается прогревается мышцы становятся эластичными сам сустав его ему отказано в возможности оставаться застое и спустя вот эти вот два три месяца когда вы делали обычные упражнения через три месяца вы подключаете еще одно упражнение почему его нужно подключать не сразу а через какой-то период времени потому что изначально после того когда у вас вы прошли курс преднизолона или кортизона мышцы застоявшиеся вы не сможете больной рукой сделать вот такое вот упражнение поэтому через три месяца максимум вы это упражнение добавляете в свой комплекс оздоровительной гимнастики берете гимнастическую палочку заводите ее на наружную сторону вашей руки берете ее здесь внизу и вы выворачиваете вот так вот руку наружу выворачиваете но не сильно нужно тянуть так чтоб чувствовалось натяжение ваших мышц делаете это упражнение точно так же по два три подхода по 15 20 повторений в каждом и поверьте мне самое большее через полгода вы действительно забудете о том что у вас была такая неприятная болезнь как плечевой капсулит и вы снова сможете полнофункционально двигать вашими руками если у меня в начале до того как я начал заниматься этими упражнениями моя рука заводилась только вот так вот за спину и все то после этих упражнений через полгода я конечно же чувствовал эффект раньше но я поставил перед собой цель ровно полгода было это 25 декабря и 25 мая я своей правой рукой которая была больна уже спокойно стал делать различные упражнения различные движения какие угодно вот пожалуй и вот уже сколько лет прошло я по утрам время от времени делаю такие упражнения просто для разогрева но вам эти упражнения не помешают оставайтесь здоровыми не забудьте подписаться на наш канал который посвящен не только тематике спорта и здорового образа человека а также темам оздоровительных упражнений оздоровительных программ вообще всего интересного что нас окружает поделитесь видео с друзьями оставьте свой комментарий и оставайтесь здоровыми всем удачи пока